26 родителей окружных школьников поменялись местами со своими детьми и прошли процедуру ЕГЭ от досмотра через металлодетектор до получения результата за госэкзамен. Редмар в третий раз присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Организаторы рассчитывают, что пройдя испытания, родители помогут своим детям снизить уровень психологической напряженности в период подготовки и прохождения единого госэкзамена. Площадкой для проведения экзамена стала школа номер один. Испытание проходит сразу в двух аудиториях. Прежде чем попасть в кабинет, родителям необходимо пройти через все процедуры экзамена, регистрацию и предварительный досмотр с помощью металлодетектора. Затем повторное предъявление документа удостоверяющего личность уже на входе в аудиторию. Как и на настоящем экзамене, за партой не должно быть ничего лишнего. Никаких гаджетов или шпаргалок. За этим строго следят организаторы и камеры видеонаблюдения. Назначенный час экзаменуемым выдадут черновики и контрольно-измерительные материалы. Экзаменационные задания будут напечатаны и обработаны непосредственно в пункте проведения экзамена. Цель акции – максимально наглядно показать родителям всю процедуру сдачи ЕГЭ. Задание готовится специально под эту акцию с Федеральным центром тестирования. Потому что оно немножко в укороченном варианте проходит, не в том полном объеме, в котором дети сдают. И время сдачи экзамена тоже у них укорачивается. Но все документы, которые заполняются, они все те реальные бланки, которые будут использоваться в 2019 году. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Своими впечатлениями о прохождении единого госэкзамена с нами поделились вице-губернатор Наталья Сидорова, руководитель окружного профильного департамента Лина Гущина и заместитель председателя комитета цифрового развития и связи аппарата администрации НАУ Михаил Марков. Несмотря на то, что дети у меня еще маленькие и до написания ЕГЭ нам еще далеко, решила воспользоваться данной возможностью и советовала бы всем родителям присоединиться. На самом деле это отличная возможность для родителей понять, что же такое ЕГЭ. И, что очень важно, правильно настроить своих ребят и поддержать их. Скажу честно, волновалась, потому что совершенно не готовилась к написанию экзамена, и школу закончила достаточно давно, да, в отличие от ребят, которые регулярно занимаются, которые готовятся к написанию ЕГЭ, и полагаю, что им волноваться точно не стоит, все получится. Насчет сложного я сразу отсекал то, что для меня было сложно, и решил только то, что помню. А на самом деле волнительно, я даже сам себя останавливал, что, ну, куда ты волнуешься, это никуда ведь не в зачет, никуда не пойдет. Но, да, на самом деле я понял теперь, как ученики чувствуют себя перед ЕГЭ. Данная акция позволяет понять, да, на каком этапе нужно успокоить своих детей. То есть понятно, что они нервничают, они переживают. То есть они готовятся к этим экзаменам, они понимают, что это дальше результат их поступления в ВУЗы. Но, то есть мы, как родители, должны понять, где им нужна поддержка. Не нагнетание дополнительных каких-то эмоций, а именно в каком моменте лучше их поддержать. Мы будем рады всех видеть на данных пробных экзаменах для взрослых, да, так сказать. Поэтому приходите, пожалуйста, и принимайте в данной акции участие активно. Результаты ЕГЭ по математике родители окружных школьников могут узнать в Центре развития образования, предъявив удостоверение личности. Эта информация не будет размещаться в открытом доступе. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. Продолжение следует...